сейчас 4.23 надо как-то встать и собираться это очень рано для меня я не просыпаюсь так рано вообще и сегодня съемку я возьму вас с собой так что в общем пошла я готовить завтрак блин по-моему это фотография очень смешная прям очень такое страданческое лицо о боже а Продолжение следует... 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 Вот это верный секрет. А вот и Даша. В этом влоге я бы хотела с вами поговорить на такую тему, как выход из зоны комфорта. Очень много кто говорит про то, что важно выходить из зоны комфорта, важно пробовать новое, важно погружать себя в ситуацию, в которой ты не можешь не делать. И важно делать то, что ты давно очень хочешь делать, но боялся. Когда я стала изучать этот вопрос, ко мне прилетела мысль от одного человека о том, что почему важно выходить из зоны комфорта. Потому что только в ситуациях, когда нам совершенно неудобно, неприятно, мы начинаем думать. Мы очень много какие вещи делаем на автоматизме. Когда мы просыпаемся, сразу берем телефон, начинаем там что-то листать, искать, смотреть, комментировать, ставить лайки. Мы постоянно выполняем какие-то очень машинальные действия, которые повторяются со дня в день. Я сходила за кофе, и так как их три, и надо одной рукой снимать, то я превратилась в Аню-трюкача. Смотрите, как я ловко несу. Мы выдвигаемся на съемочку. Мы сейчас в океане, в торговом центре. Я еле вообще успеваю что-либо снимать, потому что мы в таком очень быстром режиме. А сейчас пойдем в ресторан, пофоткаемся, и поедем в секретное место, в общем. Сегодня съемка будет целый день. Вы видели, как я рано проснулась, и мне адски хочется спать в перерывах между съемочным процессом. Поэтому в случае, когда хочешь спать, лучше всего работать как можно больше. Тогда в динамике не будешь замечать вот эту самую усталость. У нас, как всегда, куча вещей. Сейчас покажу. Да, ты делаешь одно и то же, ты перестаешь думать, ты перестаешь смотреть на ситуацию, абсолютно любую со стороны. И ты в ситуации, да, ты не над ней, соответственно, ты не думаешь. И почему важно выходить из зоны комфорта? Потому что ты начинаешь думать. И это основная мысль, которую я хотела бы вам донести и ответить на этот вопрос. Почему же все говорят о том, что важно выходить из зоны комфорта? Еще раз, да. Потому что мы начинаем думать, и из-за того, что мы думаем, мы что-то меняем. Мы что-то вносим новое в свою жизнь. Почему важно брать с собой визажиста на съемки? Потому что вам вовремя всегда помаду поправят, волосы уложат. И, в общем-то, на всех этапах съемки вы будете выглядеть хорошо. Это очень важно. Потому что, как правило, модель сохраняет свою свежесть в течение буквально часа. Дальше все начинает падать, рушиться, течь, размазываться. Мы почти завершили съемку в ресторане. И, собственно, здесь сделали основные кадры для фото и видео. И сейчас будем двигать в шоу-рум брендовой оптики. Больше ничего не скажу. И сейчас я увижу вообще все самые новые коллекции, которые будут только представлены в апреле в мае, аудитории. Но так как у меня клиент занимается оправами, медицинским оборудованием и линзами, то это все будет увидено мною намного раньше, чем остальные. Безумно крутая коллекция. Сразу скажу, это Ребекка. Вот остальное вы увидите все сами попозже. Аня мастер контента идет сущей суммы. Но надо каждый момент ловить. Поэтому, видите, я на благо YouTube-канала работаю. Every time and every moment. В общем, я хочу вам сказать, что подобные съемки – это вообще лучшая картина, которая только может быть. Поэтому ставьте себе фотосессия, и в зал меньше надо подходить. Можно почистить обувь. Видите, ручная очистка обуви. Еще сколько стоит? Экспресс 99, стандарт 199. И вот стоит мужчинка. Или это женщина. Мы продолжаем снимать. Сейчас в бутике. Это Селин. Вот эти очень крутые. Мы завершили съемку. Я вообще без сил. Смотрите, какой прикольный бизнес-центр. Реально очень прикольный. И смотрите, какой здесь носорог. Смотрите, какие здесь столы из камня. Очень крутые. Мне нравятся. Здесь вообще очень много камня. Мне кажется, что это супер стильно. Музыка. Продолжение следует...